26 июня мировое сообщество отмечает праздник всемирного значения, международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Как борется с наркотической зависимостью в нашем регионе, об этом и не только мы поговорим с гостями нашей студии, руководителем аппарата антинаркотической комиссии Республики Луизой Лебедевой и председателем Северо-Остинского Республиканского благотворительного фонда «Спасательный круг» Геннадием Сгоевым. Добрый вечер, Геннадий, добрый вечер, Луиза. Я благодарна вам, что сегодня пришли и рада увидеть вас в нашей студии. Взаимно. Взаимно, мы тоже. Луиза, начнем с вас. Что предпринимается на вашем уровне? Давайте поговорим о текущей деятельности антинаркотической комиссии. Антинаркотическая комиссия в Республике создана еще в 2008 году. Она с этого момента существует и возглавляет антинаркотическую комиссию нашу, как и во всех субъектах Российской Федерации. Это высшие должностные лица субъектов. То есть у нас возглавляет глава Республики Миняйла Сергей Иванович на данный момент. И в состав комиссии входят руководители федеральных органов, которые находятся на территории Республики Северной Осетии, Алания, и руководители органов исполнительной власти, которые уполномочены работать, осуществлять деятельность в данной сфере. Входит в состав комиссии нашей главный федеральный инспектор и председатель парламента Республики. Антинаркотическая комиссия Республики является совещательным органом и на заседаниях комиссии принимаются протокольные решения, то есть даются конкретные поручения тем или иным заинтересованным органам по определенным направлениям деятельности их. Антинаркотическая комиссия координирует деятельность всех вот этих ведомств, органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Заседания проводятся не реже, чем один раз в квартал. Обсуждаются конкретные вопросы, которые предусмотрены стратегией государственной антинаркотической политики в Российской Федерации, которая утверждена указом президента Российской Федерации. Собственно и антинаркотические комиссии во всех субъектах Российской Федерации созданы по указу президента Российской Федерации. Что касается стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, то на его основе в республике также разработан свой план мероприятий, то есть он называется план реализации стратегии государственной антинаркотической политики на территории республики Северная Осетия Алания. Жертвами наркомании могут стать практически все категории, но в большей степени это касается людей молодого возраста. Геннадий, ваша организация делает акцент именно на профилактику наркомании, если я не ошибаюсь. Мы должны быть всем обществом, да, объединиться, да, объединиться. И самое главное, чтобы мы были неравнодушными к этой проблеме. Я думаю, если все вместе неравнодушные люди, то мы можем победить это зло. Болезнь легче предупредить, нежели с ней бороться потом. Потому что, конечно, бывает так, что с 10, да, реабилитация нам необходима, однозначно. Реабилитационные центры отстроятся, это однозначно надо. Потому что я, что мне скрывать, меня очень близко, близкие мои люди, да, ушли из жизни. Болезнь нужно предупредить, так как я всегда говорил, и всегда буду за это говорить дети, да, вот если скажешь ребенку, да, он же у него душа детская, он в тебе верит, понимаете как. И когда люди молодые бывают, да, профилактика, уклонно это, школы, молодые, которые еще даже не сформировались. И когда ты доносишь им это, и подключаешь туда всех, все общество, начиная с бюджетной организацией, там, наркоконтроль, там, антинаркотическую комиссию, Луиза Султана, сколько раз мы тоже вот эти движения делали, своих единомышленников, да, то, естественно, уже это сила. И когда они, ты приходишь или в школу, да, вот именно в школу, где они те, которые созрели, ну, именно в школу, ты приходишь и начинаешь им вот доносить это, показывать ужасы наркомании. Когда-то мне сказали, Гена, вот у тебя такой ролик, мол, ужасный, да, мол, ты там показываешь такие страшные вещи, они как психика нарушатся. Я говорю, не переживайте, шокотерапия. Потому что наша молодежь, вот эти телефоны, да, они так много информации получают, их ничем не удивишь. Пошел по этому пути, больше профилактика, ну, когда мне звонят и ко мне в офис приходят, там, вот у меня сын наркоман, дочка наркоманка, да, то, естественно, как в социальной работе еще в наркодиспансере работаю у Александра Владимировича Газаева. Я еще туда посыл делаю, туда, то есть я отправляю в Сумпанову, я отправляю туда людей, они там согласовывают, какие-то анализы задают, там спиддиспансеры, а потом уже оттуда идет уже второй этап, если он законопослушный, если он соглашается, сокрушается реабилитационный центр, или в Холст, или в Горную Санибу. И там уже, я так думаю, что с этого, с этого, вот, где он, сообщество, где он бывал с наркоманом, он переходит на другую сторону. Там такие же, как он-то, которые просто освободились от этого. Надо и врачевание медикаментозное, и спортсменов привлекать, значимых людей, которые, и всегда они у меня бывали. Вот я к слову... Спортсмены, которые являются достойным примером для подрастающего поколения, чтобы... В торговом техникуле Луиза Султановна была, там много кто был, спортсмены были, и Седаков, и олимпийские чемпионы. И когда Руслан Рамонов, которого я когда-то с Божьей помощью достучался до него, у него сейчас 6 родителей. И знаете, он рассказывал, мне смешно стало. После этого мероприятия, когда они все дети были на этом мероприятии, в торговом техникуле, вот, говорит, Илюша, говорит, предпоследний, говорит, он трико делал, говорит, можно я, говорит, я у него спать буду? И два дня спал в трико. То есть он увидел там значимых книг, которые прославили не только нашу Осетию, а весь мир. Седаков, Давид Баев, там и Тренирай все, там и Бдзюдо, и там все. И это все, оно действует однозначно. То есть это эффективно, и это очень важно, скажем так? Ну я, допустим, скажу так, да, вот когда вы возьмете 5 семян и бросите на почву, да, может быть, из них 4 умрет, одно прорастет. И ничего, щетно ничего не происходит. Слово можно убить, слово можно поднять. И вот мы делаем это для того, чтобы только все вместе. Один поливает, другой... Один посадил, другой полил, а потом уже идет действие. Однозначно. Только в Танделе возможно работать над этой проблемой. Луиза, скажите, пожалуйста, сегодня все ли заинтересованные структуры республики прикладывают максимум усилий по своим направлениям для совершенствования антинаркотической работы. Идет такое распространение вот этого зла, этого горя в семью, что, в общем-то, все органы, которые задействованы в противодействии незаконному обороту наркотиков, все работают в полную мощь. Но побороть это зло не так просто. В конце марта у нас в республике была комиссия из Государственного антинаркотического комитета, когда было завершающее совещание с участниками, вот с членами этой рабочей группы и с руководителями всех ведомств, которые они посетили, они были 8 дней здесь и, в общем-то, успели немало посмотреть. Они оценили работу всех этих органов, в том числе вот именно антинаркотической комиссии, на довольно-таки высоком уровне. По здравоохранению, именно вот по работе наркологической службы, они и в том числе особый акцент сделали на реабилитацию. Они вообще предлагали, рекомендовали как положительный опыт для распространения вообще на территории всей Российской Федерации. Также очень хорошие отзывы были в отношении организаций образовательных. И вообще вот организации работы по доп. образованию. То есть отметили, что не то, что во всех, в немногих республиках есть такие объекты, как у нас, вот эти кванториумы, этот планетарий, развитие именно физической культуры и спорта здесь. Даже те конкурсы, которые проводятся, те соревнования на приз главы республики на сегодня по футболу, что здесь у нас Академия футбола для детей, что они были, честно говоря, немного даже поражены. Ну, естественно, Академия футбола, аналогов, наверное, нет в Северо-Кавказском федеральном органе. Я не могу с вами не согласиться. Тот же самый планетарий и ряд, значит, вот этих социально важных объектов, которые сегодня дают возможность молодежи заниматься с пользой чем-то хорошим и добрым. Про реабилитацию вот еще хотелось бы уточнить, что когда они посетили наш государственный реабилитационный центр в Горной Санебе, они вообще просто даже не ожидали увидеть такой центр. Они общались с реабилитантами, увидели вот это здание, которое построили, новую ферму, которую выстроили за счет, конечно, республиканской антинаркотической программы. В беседе, в общении с реабилитантами они просто были удивлены тому, что те реабилитанты, которые находятся там, они еще и своих друзей мотивируют туда. И, кстати говоря, там оказались не только наши жители, а оказались даже с Ростовской области, еще откуда-то из Москвы. И вот они рассказывали свои истории, что где они только не побывали, в каких только реабилитационных центрах, они все вернулись сюда, как бы приехали сюда, потому что те условия и тот эффект, который дается именно в этом реабилитационном центре, его нет нигде. Вот, поэтому они и сделали акцент именно на реабилитации. Более того, мы им организовали встречу с руководителями всех вот этих общественных объединений, которые занимаются реабилитацией, профилактикой. И руководители группы совместно с некоторыми из членов этой комиссии, рабочей группы, встречались, провели небольшое такое рабочее совещание, были высказаны некоторые предложения, рекомендации. И, в общем-то, было понятно, руководитель потом в заключении сказал, что такой связи именно органов власти с общественностью они не наблюдали нигде. Многое делается, но сказать так, что в идеале мы можем рассчитывать на то, что вот на сегодня у нас нет этой проблемы, надо работать нам дальше. Дальше и совершенствовать вот эту работу, поскольку на сегодня, как вы видите, натиск идет, причем очень массированный. И противостоять этому, конечно, очень непросто. Поэтому надо больше работать, совершенствовать свою деятельность по направлениям. Кто в медицине, кто в правоохранительной сфере, кто в реабилитации и так далее. Геннадий, в вашей организации, общественной организации «Спасательный круг» более 15 лет. Расскажите, как создали, почему такая необходимость возникла и как часто к вам обращаются за помощью? Как она возникла, я даже сам не знаю, наверное, Боженька так всевышний предусмотрел. Потому что, когда, допустим, бывают похороны где-то, да, у нас и молодого парня хоронят, и все там шушукаются, что с ним случилось. У него сердце остановилось еще давно, от другого чего-то, от болезни умер. А он умер конкретно от наркотиков. Если бы они били во все колокола, да, родственники, что люди скажут, да, все тайно явным становится. Надо бить во все колокола, если так случилось, как независимо от того, что, допустим, когда коронавирус был, никто не мог, социальный статус, или там богатый, бедный, да, ты мог заразиться любой. Понимаете, что я говорю? И поэтому надо бить колокола. Да, он умер от наркотика, чтобы многие задумали, что не надо скрывать. Люди все равно тебя не поймут. Одни поймут, другие не поймут. Для всех мил не будешь. И поэтому я конкретно заявляю, когда я попал в зависимость, я занимался вольной борьбой тоже, кстати. И я в школе хорошо так, хорошо учился. Не говорю, что там, ну, я могу так прочитать что-то и запомнить, и сразу выйти и пятерку получить, там, гуманитарные эти предметы. Я был такой же нормальный, нормальный среднестатистической семье. Предложили там, уколист, братуха, там, туда-сюда, вот как вот они, ну, тогда так было. Вы смогли справиться с этой зависимостью, насколько я знаю? У вас уже общественная организация, которая помогает таким же людям, которые нуждаются в этой помощи. Людмила, а знаете, что хотел сказать? Что я реабилитацию тоже работал, я там в Холсте работал тогда, когда изначально. И я понимаю, что очень трудно бывает достучаться сразу, как Луиза Султановна сказала, да, что это, ну, это процесс такой происходит, потому что те, которые даже лечились, они потом возвращались опять. И с 10, допустим, 2 осталось, ну, к примеру говорю так. И когда вот что-то вот, когда уже фонд открывал, даже у меня мыслях не было. Я компьютером плохо владею, думаю, ну как вот, я вот, ну, не было у меня офисов. Я начинал даже в 2006 году, я открыл, в 2008 году, 2 года, я не знал, что делать. Ну, вот так, думаю, иначе, иду, сейчас или дорогу, да, и начал вот эту свою деятельность. А потом потихоньку, потихоньку, нет, думаю, не знаем все. Я почему это сделал? Потому что я сам был, и каждую, у кого вену моей матери было в сердце. И вот это все, да, вот когда на тебя вот отец придет на похорон или куда-то, да, и голову опускал, что его сын или там наркоман, и вот это. И вот это меня стимулировало к тому, да, они, нет, я, никто не застрахован от этого, кто осуждает. Я выбрался с этого. Вот в наше время, да. Ну, пропаганда необходима, наверное, все-таки с детского, да, вот, а более восприимчивые дети. Вы понимаете, что я говорю? Вот я, поэтому, надо оттуда начать, надо там заслон поставить. Вот именно там надо кордон поставить, иначе это будет продолжаться. Я же еще раз говорю, я сам работал в реабилитационных центрах. Я знаю, это уже когда последствия. А надо, короче, те, кто в зоне риска, их пока надо формазать. Профилактика. Да, их надо, и даже вот все, что профилактика, она в том плане, не то, что я там занимаюсь профилактикой. Вот когда мне приходит наркоман, родитель приводит, то я что делаю? Я конкретно сразу связываюсь с наркодиспансером республиканским. У меня есть соглашение даже со спиддиспансером, потому что там последствия. Укололся, может, заболел спидом, укололся, может, там бомбу взорвал кому-то, тебе вот приподнести, не взорви, да, вот тебе килограмм героина или метадона. И поэтому, я же еще раз говорю, самое главное, чтобы быть неравнодушным к этой проблеме. Если все будут, я вам говорю, что, может быть, все нет, но многие спасутся. Еще я хотел сказать, когда ты заходишь туда, да, к детям, да, и когда ты вот эту работу ведешь... Разъяснительную работу. Хотите, я вам пример приведу? Давайте. В 2006 году, в 2008 году, вот это в октябре, я что, провел первое мероприятие. Ну, сколько им тогда там было лет? Ну, пускай 16-15, да. Сейчас фонду 16 год как, ну, 16 год. А я пешком хожу, у меня вот пропили ноги, одну за рулей, а не могу и за зрение там сесть. Я вот так пешочком по городу же хожу, по Владикавказу, бывший Орженикин. И вот так, здравствуйте, Геннадий, смотрю, думаю, кто такие? А мы у вас на вашем акции концерте были в октябре. В каком году? Он говорит, в 2008 году. А мы уже женились, мы уже вот это, у нас уже дети, короче. И мне говорят, вы знаете, Геннадий, вот то, что нам говорили тогда, и что там сколько людей было, и каждый вот эту вот свою лепту выносил в это дело, да, вот тогда мы задумались, вот тогда задумались. Я же не знаю, сколько, что там происходило, да. То есть это уже тоже, это... Это говорит о том, что разъяснительная работа, она необходима, причем она необходима самых младших классов, чтобы дети на примерах видели, показывать им достойные примеры, при всем при этом шоковая терапия, о которой вы говорите, Геннадий, да, чтобы понимали, какие последствия могут быть после того, когда эта грань, она все-таки пройдена. Ну, даже вот если элементарно взять, вот мне 61 год, да, вот сейчас вспомню, мне уже, в душе мне 25, и пока есть порох в пороховицах, а пока мы еще есть вот это, надо, ну, идти и двигаться, и делать что-то, делать, делать. Насколько мне известно, мониторинг наркоситуации проводится ежегодно в республике, в районах в том числе. Расскажите о количестве официально зарегистрированных наркозависимых в республике. И зафиксирован рост или все-таки спад? Ну, динамика последние годы, она стабильная. Как бы роста именно официально зарегистрированных не наблюдается. Есть такой показатель, как вновь выявленные с диагнозом наркомания и с диагнозом эпизодическое употребление наркотиков. Вот этот показатель, он с одной стороны как бы влияет на рост, а с другой стороны это говорит о том, что население доверяет медицине и все равно мотивирует своих близких кто-то, а может быть даже и медперсонал наркологической службы, они мотивируют к проведению именно лечебных программ. Здесь я хочу отметить одно, что не забывайте, что официальная статистика, она в корне разнится с реальной в десятки раз. И поскольку на сегодня существует нормативно-правовая база, которая позволяет гражданам давать добровольно информированное согласие. Гражданина нельзя поставить на учет, на наблюдение в наркологический диспансер без его согласия. Да, только по судебным решениям. Если имеется судебное решение, то, конечно, обязательная постановка на наркологический учет. А в иных случаях, во всех, это как вообще оказание любой медицинской услуги на сегодня у нас, является добровольно информированным согласием. То есть может осуществляться при добровольно информированном согласии. Это, конечно, немножко затрудняет деятельность именно наркологической службы, поскольку они не могут охватить всех тех, которых бы надо лечить. Поэтому, воспользуясь вот случаем присутствия на вашей студии, я бы хотела обратиться ко всем родственникам, родителям, к самим гражданам нашим, к молодым людям. Пожалуйста, приходите вовремя в наркологическую службу. Есть именно анонимное лечение тоже, конфиденциальное. То есть в данном случае вы ни на какой наркологический учет ставиться не будете, а зато вам будет оказана помощь медицинская, чтобы вы не попали дальше в эту яму, потому что с этой ямы выбираться очень тяжело потом. Поэтому на ранней стадии, пожалуйста, родители, смотрите за своими детьми и вовремя обращайтесь в наркологическую службу. У нас есть очень хорошие врачи. Я говорю, у нас в республике. Я не в наркологическом диспансере, но поскольку имею отношение, я знаю, что всегда пойдут на помощь всем желающим получить лечение. Это одно. Это одна часть мониторинга. А так у нас мониторинг наркоситуации проводится действительно ежегодно. И в рамках этого мониторинга выводится оценка наркоситуации. Мониторинг проводится на территории всей Российской Федерации, то есть во всех субъектах. Потом результаты итоговые подводятся Государственным антинаркотическим комитетам и докладываются непосредственно президенту Российской Федерации, поскольку мониторинг тоже проводится в рамках указа президента Российской Федерации. Что я могу сказать? Основные показатели мониторинга наркоситуации – это вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, также криминогенность – другой показатель, который определяет именно совершение всех категорий преступлений лицами в состоянии наркотического опьянения либо состоящих на учете в наркологическом диспансере лицами, а также административные правонарушения, которые связаны с употреблением наркотиков. И тоже в соотношении к общей численности населения республики. Далее показатель касается острых наркотических отравлений, потом лечения, то есть лиц, состоящих на учете, это тоже складывается число лиц, состоящих официально на учете, с диагнозом наркомании и эпизодическое употребление наркотиков, у кого тоже в соотношении с численностью населения, ну и вновь выявленных. Данный показатель немножко как бы неординарен, что ли. В общем-то, если вновь выявленных больных наркоманией оказывается больше, то это как бы плохо. А с другой стороны, то, что они пришли лечиться, и то, что их мотивировали, это же нормально. Далее это острые отравления наркотическими средствами, психотропными веществами. И, конечно же, смертность от острых отравлений наркотиками. Вот этот показатель, к сожалению, нас подвел в 2022 году, поскольку у нас был рост. Рост. Причем в два и более раза. Председателям нашей комиссии было дано поручение, после того, как мы обсуждали результаты мониторинга на заседании АНК, чтобы мы с данной ситуацией разобрались. Мы создали рабочую группу, и на данный момент рабочая группа еще работает, анализирует, поскольку основной акцент был сделан, ну, причина была в том, что, в общем-то, у нас в Бюро судебно-медицинской экспертизы был приобретен новый хроматограф, который более качественно, естественно, определяет эти наркотические средства и психотропные вещества в обследуемых и исследуемых трупах, и диагнозы были выставлены большему количеству исследуемых трупов. Работа продолжается в этом направлении, поскольку общие цифры как бы не менялись. То есть там же тоже такой момент, что наркотики, допустим, могут обнаружены быть, скажем, и в 21-м году, это было и в 20-м году было, где-то в 57-ми трупах, да, а из них вот диагноз именно, что от острого наркотического отравления скончался этот молодой человек, скажем, диагноз выставляется определенному количеству из этих, скажем, 57 человек. Это в 21-м году, допустим, это 11 человек было, а раньше еще меньше, а вот сейчас в 22-м это была выставлена цифра 25. Это, конечно, нас немножко озадачило и будем и дальше как бы исследовать, поскольку мы вообще предполагаем и рекомендуем, чтобы был общий подход тогда по всем регионам, поскольку не везде есть такие хроматографы, скажем, которые также выявляют пребывание наркотика во всех трупах, вот в этих, да, и диагнозы выставляются таким образом, и немножко как бы необъективно получается. Поэтому этот вопрос еще и следуется, и я думаю, мы выровняем ситуацию в этом плане. По крайней мере, мы выработаем общую какую-то методику и механизм, чтобы было все правильно и объективно. Геннадий, на ваш взгляд, кто является наиболее подверженной категорией, на что стоит обращать внимание в первую очередь? Вот родители должны смотреть, когда твоя дочка, во сколько она пришла, или твой сын, во сколько он пришел, какое его состояние уже, да, вот там, допустим, был уравновешенный, потом начал потихоньку уже проявлять свои вот эти вот качества, когда агрессию проявлять, да, во сколько он пришел, может, даже дома не ночевал, это уже сигнал. Потому что родители в последнее время, в последнюю очередь это все узнают. Семьи сходит все. Я когда вот, допустим, вот раньше я так думал, деть с детьми, и пошел к детям, к детям, к детям, теперь я хочу по-другому сделать еще. Одно мероприятие позвал туда, а пусть оно было небольшое, да, менее, да, но там были родители, а вы, что, родители пришли. Наркозависимый уже попал в эту зависимость, да, вот он зависим, зависим, да, вот от наркотика, а вокруг него зависят уже его родители, созависимые. Родные, близкие, потом род, потом там дальше, дальше фамилия, и так, и так. А так же не один наркоман, а теперь возьмите в энном количестве, да, вот один болеет, 10 наркоманов, это 10 семей, 10 фамилий. А возьмите теперь 100 наркоманов, вот вы статистику спрашиваете, она обманчивает, тысяча наркоманов, да, да, уже попали они. Тысяча родителей, тысяча, да, в основном, у кого есть родители там, да, они тоже созависимые. Тысяча фамилий, вот так идет деградация. Поэтому я обращаюсь сейчас к молодежи там, да, ну не делайте этого. Если боль других в тебе не стала болью, прожита напрасно жизнь твоя. Я так говорил Расул Гамзатов, дагестанский поэт. Если боль твоего друга и твоей девочки не стала твоей болью, и ты сегодня стоишь, мимо проходишь, равнодушный, да, прошел мимо, да, и потом ты находишься на похоронах у твоего друга, молодого парня, такой же, как ты был, ты же мог это приостановить, приостановить, ты же мог сообщить кому-то, да, сказать кому-то, то есть неравном душе проявить. Как понять? Ну, допустим, ты уже, вот я же вам сказал, увидел, да, допустим, да, вот сигнал подали, да, родители уже узнали, да. Ну, они откуда знают? Они же в последнюю очередь узнают. Значит, да, допустим, ты проводишь мероприятие, ты должен помимо детей, что их родители приглашать туда, мать, отца, чтобы они были вооружены, понимаете, чем больше ты будешь делать, да, тем больше будет уже, ну, как просветление у родителей тоже. Они же вонятся, многие не знают даже этого, поверьте мне. И тогда уже беседы проводить и с родителями, и, естественно, с детьми, и они тогда будут это видеть. Как вообще выявляются вот на сегодня такие факты именно среди детей, да, среди детей, среди подростков и даже молодежи? Последние вот лет пять существует федеральный закон на территории Российской Федерации всей о проведении социально-психологического тестирования и медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. Это хорошо, почему? Потому что можно узнать на ранней стадии. Я знаю, что многие родители были против, но, опять же, это вторая сторона, что лучше раньше, чем позже узнать об этом и принять какие-то меры, наверное. Абсолютно правильно. Я вам скажу тоже свою точку зрения, скажу, да. Вот я же со стороны слышу тоже, когда человека поставь, да, под рамки, вот под рамки его ставишь силовыми этими, и у многих бывает противление. И поверьте, многие родители, я вас уверяю, да, даже, может быть, если не все, они восстанут против этого, понимаете? Потому что есть такие, ну, такое, как сказать, не менталитет, или как это правильно сказать, такие родители, да, так они воспитаны, и они скажут, азма, они даже будут, вот они будут знать, что он зависим уже, да, никогда не скажут, не мой сын никогда, они будут противиться еще, Ну, это же в рамках законодательства обязательно, да, с юридической точки зрения? К сожалению, на сегодняшний день это добровольно. Но что я хочу сказать, именно процент участников данного мероприятия из года в год все равно растет. То есть, вот, допустим, когда вот эта процедура началась, то, как вот Геннадий сказал, противников было очень много, и обсуждали, и не давали согласия, поскольку должно быть до 15-летнего возраста согласие обязательно родителей, а с 15-летнего возраста согласие самого обучающегося. И вот был очень небольшой процент первые годы. А потом вот стали все-таки проводить и разъяснительную работу среди родителей в основном, потому что родители многие были, да, действительно противниками. И вот в 22-м, 23-м учебном году этот процент гораздо вырос именно прошедших. Вы знаете, из числа всех обучающихся, то есть, которые подлежали тестированию, у нас более 80% прошли это тестирование. Вот, что касается медицинских осмотров, то, конечно, на этой стадии пока что не все, вот те, которые вначале дали согласие на проведение социально-психологического медицинские осмотры прошли не все. Но, тем не менее, тоже очень большой процент. Поэтому данное мероприятие тоже одно то, что они его проходят, и дети знают, что они будут проходить вот такое тестирование, это тоже своего рода профилактика. Вы понимаете, что уже ребенок знает, что, ой, если я его потреблю, то, а вдруг это выявится. Мне кажется, что страха выразумляетесь. Да, поэтому это профилактика тоже, профилактика. Что касается обязательности данного мероприятия, об этом тоже уже заговорили. И очень надеемся, что в скором будущем это мероприятие все-таки будет уже обязательным. Если оно будет обязательным, это обязательно даст хорошие плоды. Потому что, я опять-таки повторяюсь, это своего рода профилактика. Дети будут знать. Вот это анкетирование, оно уже, это, естественно, конфиденциальная информация. Об этом знает только обучающийся, либо его родитель, и психолог школьный. Ну, а в ВУЗах это психологи, которые именно организовывают это мероприятие. В дальнейшем их обрабатывают, эти анкеты. И таким образом уже при исследовании выясняют, кто относится к группе риска. Причем там несколько групп тоже. Вероятность. Классификация. И так далее, да. И, соответственно, с этими группами ведется уже конкретная, индивидуальная, соответствующая профилактическая работа. А что касается уже медицинской части, то здесь уже подключаются врачи тоже конфиденциально. Есть возможность обратиться к молодежи с каким-то посылом? Геннадий, вы? Ну, что я хочу сказать молодежи нашей Осетии, Алания. Вы сами все понимаете. Вы сами все видите, что происходит. Ничего не могу вам сказать или там лекции читать какие-то. Хочу просто обратиться и сказать, не делайте этого, это смерть. Это погибель не только самого человека, а погибель его родителей, его семьи, позор его всей фамилии даже. Мы знаем, что эта проблема существует. Если бы ее не было, не было бы вот этих всех передач там и всемирный день наркомании. И дай бог, чтобы наша Осетия просветала в спорте, в искусстве, в культуре, во всех сферах, чтобы наша, как вот у меня лозунг был, здоровые дети. Если дети здоровы, значит родители счастливые и светлое будущее, чтобы нашу Аланию, нашу Осетию ждало. Спасибо большое. Я не могу не упомнить, и я хочу сказать это, да, я и Сергею Ивановичу меня, там, ну, где, может, пересечемся, ну, я не знаю, он на Тинаркаде. Ну, я очень благодарю Бога, что вот в моих действиях, да, и Вячеслав Зенюханович Битаров тоже, как бы, ну, очень сильно помог и центру в Санебе, и вообще вот это все, это я помню, все это происходило, при мне происходило. Мауса, бахушка надо, или что надо? Дай Бог, чтобы все жили здравствуй, чтобы больше было у нас здоровых, полноценных детей, чтобы на самом деле родители видели, что вот мой сын или моя дочка, она не наркоманка, чтобы радовались жизни, да, она и так скоротечна. Человек живет там при всей крепости 80 лет, потом не доживает. Ну, как судьба, скажешь, как Бог скажет, а многие даже молодыми уходят и не вышли замуж, не женились, так бесцельно ушли, их даже никто не помнит. Наркоману и всех. Потом это проклятие, вот идет, вот как слово семья, семь поколений идет, генетически передается через родителей. Спасибо. Спасибо, Геннадий. Луиза, вы? Ну, мне бы хотелось обратиться с коротким посылом, как бы, к молодежи. Дорогие наши дети, дорогая наша молодежь, пожалуйста, цените жизнь, любите свои семьи, создавайте свои семьи и будьте достойными сыновьями и дочерьми своей и малой, и большой Родины, чтобы мы всегда гордились только вами. Умерзал. Я благодарю вас, Геннадий и Луиза, за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. До новых встреч. До новых встреч.